Добрый вечер! Сегодня занятие с Равином Исраэлем Эденшарфом из Риги по недельному разделу ЦАВ. Привет, Исраэль! Привет! Сразу хотел оговориться, что поскольку сегодня начинается Пурим, то недельную главу ЦАВ я даю в таком, ну, немножко персидском стиле. Я думаю, что никто в обиде не останется. Особенно Айатала какой-нибудь, да, в Иране? Если Айатала будет смотреть наш зум, можно только порадоваться, наверное. Хотя, кто знает. Ну, хорошо, у нас начинается раздел с всесожжений и с того, что огонь на жертвеннике горит 24 часа в сутки. Правильно я понимаю? Да. То есть, есть специально представлен человек, который следит за ним день и ночь или по-другому? Ну, там смены тоже были, там он же не сутками там сидел. То есть, строго говоря, это вечный огонь еврейском исполнении. То есть, когда сказано, что утром туда приходит священник, имеется ввиду, что есть другой человек, который ночью тоже следит. Да. Потому что там такая деталь, что ну вот по тексту, кажется, словно все сгорает. С костями сгорает, вообще все сгорает дотла. Нет, ну сгорает дотла, но пепел-то остается. Да, ну как бы вот, то есть, чтобы кости сгорели, это же надо высокая температура постоянно, чтобы поддерживалось. Ну да, да, да. И все равно что-то остается. Его складывали с юго-восточной стороны жертвенников примерно в 23-25 сантиметрах от подъема. Вот. И потом, когда он накапливался, его выносили в специальное место, заладили. Вот интересно, что значит написано в чистое место. Да. То есть, пепел от сожжения считается тоже чистым? Да. Замечательно. Замечательно. То есть, ну? Ну, спроси давай. Ну вот, то есть, как бы внутрь животных очищают. Там, как бы, есть нечистые части, они нечистые. Значит, само животное убитое... А, чистое животное, оно чистое. Правильно, да. Тем более жертва, тем более чистое. Что непонятно. Тут кто касается мяса, ну, что касается мяса, то тоже становится чистым. А что может коснуться мяса? Не чистым, а святым, тут написано. Не, ну, ну, скажем, все предметы или если там какая-то еда коснулась, ну, вдруг там, всякое бывает, да, там, вот, становится чистым, да. Ну, тут даже святым, ну, непонятно смысл. Даже не чистым, да, а святым, отделенным для Бога, да. Ну, а как это святым? Ну, например, у человека хлеб, да, он коснулся, все, он уже этот хлеб не может вынести за пределы храма. Его надо съесть на храмовом дворе. А, то есть, все становится принадлежностью храма, получается. Так, ну, а вот эти вот в истории были случаи, когда кто-то там врывался в храм, брался за рога жертвенника, чтобы спастись. Не, это, это немножко другое, да, это, это из греческих источников, вот. А вообще-то сказано, что убийцу можешь забрать даже от жертвенника в храме. То есть, смысл такая была, что, как бы, жертвенник какое-то особое действие делает. Да, но, он делал, но сказано, что, сказано-то для людей, которые были, ну, современниками, они знали об обычаях окружающих народов, что тот, кто вошел в храм, а еще тем более, там, взялся за жертвенник, его уже трогать нельзя, на нем он, он уже неприкосновенный. Кстати, здесь надо, ну, разделить между неприкосновенной и неприкасаемой. В русском языке сегодня сильно путают. Неприкасаемый – это каста отверженных видений. А неприкосновенный – тот, кого трогать нельзя. Так вот, этот обычай сохранился, скажем, насколько я помню, в католических церквях. Я не знаю, как в православных, по-моему, нет. А в католических сохранился, что, ну, даже приговоренный к смертной казни, если он пересекал порог храма, то есть, проникал внутрь, да, неважно, там, церковь, да, то он пользовался неприкосновенностью. Его нельзя было оттуда забрать. Ну, правда, потом они подкорректировали там с инквизиции, вот, но вообще-то нельзя было. Если не было священного, ну, для них священного суда, то его нельзя было оттуда забрать и наказать. Пока он находился внутри, он был, ну, как бы, под защитой. Вот это католическая церковь сохранила от античности. А еврейский жертвенник в этом смысле, ну, отличался, да, то есть, если человек был виноват, особенно в смерти, и это доказано, то он не пользовался статусом неприкосовенности даже в кеже. Этика превыше всего. Да. Превыше ритуальных. Да, да, да. Вопросов. Да. Значит, про муку написано. То есть, часть муки тоже вообще как бы сжигается, а все остальное на месте делают из него мацу, получается? Ну, разламывают, да, там. Вообще-то маца – это имеется в виду незаквашенный хлеб. Ага. Вот. Не подвергшись и ферментации, брожению и так далее. Просто что получается? Тут написано, что, значит, от первой жертвы тоже там кушают, кушают мужчины, кушают сыны Аарона, потом от хлеба тоже сыны Аарона. Получается, что каждый день они туда приходили кушать, а женщины кушали дома. Но были виды жертвоприношений мучных, которые они приносили домой, и это имели право кушать только прямые родственники. То есть, если, например, его дочка вышла замуж за Некоэна, предположим, ну, за левит, простого, или еще, ну, и не знаю, да, то в таком случае она лишалась права на участие в этой трапезе. То есть, она могла кушать дома, но не от этого хлеба. В доме своих родителей, например. Но от этого хлеба она уже не могла быть. Так, ну, вот ежедневная, при нашей ежедневной жертвы ее первосвященник приносил, правильно? Слушай, я знаю что, я думаю вот что, что эти вопросы, я понимаю, что тебя интересует и меня интересует. Я не уверен, что это интересует, ну, еще так много интересующихся. Поэтому давай такие вопросы, которые могут быть актуальны, а не специальные для храмового жертвоприношения там и так далее. Не, ну, я понимаю, я не специальные вопросы, а просто по тексту, чтобы понять. Просто получается, ну, я же представляю, когда читаю, да, получается, что священник целый день проводит там, там же он кушает, и, ну, и вот он всю жизнь, ну, как сказать, если это делает предосвященник, то когда он занимается остальными делами, может, там и народ учить надо, и все остальное. Слушай, у него расписан день, ну, там было время, когда ему туда ходить, можно было сюда ходить. В основном он проводил время в храме. Но его день первосвященника был расписан по минутам на годы вперед. То есть это, ну, как тебе сказать, он, конечно, самый главный человек в своем роде, да, но я не думаю, что сегодня многие бы подписались под таким распорядком дня. А то, что есть, ну, такое описание, что там коины бежали, кто первый прибежит, тот потом будет приносить жертву, это про что? Это было такое, что, ну, вот, тот, кто оказывался ближе, да, тот и приносил. И с этим связана история, причем задокументированная история с именами, там, с датами, со всеми делами. Что когда во времена второго храма, когда уже божественное присутствие в значительной мере отступило от евреев, ну, из-за обычной нашей проблемы взаимной ненависти, когда там нас волновали любые вопросы, и любые вопросы нас доводили до полной невозможности общаться друг с другом. Так вот, когда такое началось в очередной раз, то был случай, когда надо было убирать пепел. Вот то, о чем мы говорили, пепел с жертвенником, и это отдельная митцва, убирать. И один кинулся вперед, а другой его опередил. И тот, кто отстал, всадил жертвенный нож в спину впереди оказавшегося. Вопрос был такой, а как нам выйти из положения, когда у нас труп, и он оскверняет, а это храм, а это жертвенник, а это жертва, и все такое прочее. И сразу там были предложения, как считать, от чего считать, и вышел один, который оказался отцом убитого. И сказал, что пока он агонизирует, нож не считается оскверненным. Нормально? То есть их интересовала ритуальная формализация вопроса больше, чем этика. И тот, кто оказался свидетелем этой сцены, там один мудрец большой, он решил с этой минуты поститься всю оставшуюся жизнь. И питался только соком этих, ну, сухих, это называется, смоква, фига или тейна, я не знаю, как, инжирный по-русски. Так вот, вот соком он питался. Почему? Потому что он понял, что шхина, божественное присутствие, настолько ушло, что осталась только сухая оболочка. И это произошло за 40 лет до разрушения храма. Ровно за 40. То есть если храм был разрушен в 70-м, то это, ну, можно посчитать в 30-м году. И, кстати, с этим годом тоже есть некоторые аналогии, да, когда пришли ученики, подступили к своему лидеру, вот, и вот смотри там храм, то есть он сказал, видите, этот храм будет разрушен, вот, и камня на камне не останется. Так вот, это как раз тот год и есть, потому что когда посмотрели, когда Пилат правил там, ну, в качестве наместника, это как раз 10 лет. С 26 по 36. И когда сопоставили по дням, когда выпадал Песох, так вот, ну, там, с учетом еврейских поправок, это как раз 30-е годы есть. Потому что вечером, ну, нельзя было там не пахать, как Шимон пахал, не там, похоронной принадлежности делать, как Йосиф делал. Вот, в Песох эти вещи запрещены. А вот до Песоха они возможны. И когда посмотрели, когда это выпало, то получился 30-й годы есть. Ровно 30-й год. Вот, так что, вот так. Ну, это вообще похоже на какое-то православие. Там, с ножом, кто приносит, кто участвует. Это может быть так вот дать под тысячи лет еще другим конфессиям, и они эволюционируют до чего-то приличного? Только хотел сказать, извиняюсь, только хотел сказать, что на одном из соборов в средние века они спорили о том, когда муха в воду святую упадет, стакан со святой водой, вода станет плохой или муха осветится? Или муха осветится? Да. А знаешь, откуда вопрос? Ну, вот отсюда, наверное. Не совсем. Значит, как раз испоримо. Серьезно испоримо. Когда Аман пытался скомпрометировать евреев в глазах царя, ну, то есть Хаширош, он привел такой пример, что если, например, царь, то есть муха попадет в стакан с вином, который евреи собираются выпить, то можно муху выбросить и стакан, и вино выпить. Ну, если не брезгливый, то, скажем, законы о чистом и нечистом позволяют. Ритуальной нечистоте и чистоте. А если царь опустит туда палец, то евреи пить не будет. А Хаширошу это показалось странным, и он проверил точно. Все случаи подтвердились. То есть, оказывается, значит, с точки зрения логики Амана, он более нечистый, чем любая муха. Это его, конечно, оскорбило. Так вот, если муха попадает в нечто предназначенное для высокого служения, как бы они это не понимали, то с еврейской точки зрения содержимое остается святым. Но муха от этого не осветится. Вот это еврейский ответ. А вот эти вот схоластические споры о том, сколько тысяч чертей поместятся на кончике булавочной иглы, привели к тому, что в математике появился раздел теории множеств, например. Вот так вот. Теория множеств возникла из схоластических споров. Вот так. Может, пока мы сильно не убежали, у меня небольшой вопросик по тому, что мы говорили о хлебных приношениях. Давай. Вопрос у меня вот такой возник. Есть какие-то соображения по поводу того, что вот смотри, ни в хлеб, ни в муку, которую приносят для для жертвы нельзя добавлять соль. Но когда жертву приносят вот эту хлебную, то ее солят сверху. То есть внутрь нельзя добавлять, а снаружи можно. Это какое-то, ну, может быть, практическое даже значение для нас имеет сегодня. Значит, для нас вот что. То, что готовят для высокого, должно сохранять свою первозданную природу. то есть оно должно быть таким, каким оно может быть максимально простым. То есть если мы обращаемся к Богу, то совсем не обязательно использовать для этого сложный размер там шекспировского сонета или шестистопные ямпу, как это было принято в Греции. А просто вот максимально просто, искренне и без вывертов, заморочек и изысков. То есть то, что называется по-русски безыскусно. В хорошем смысле. вот, а когда уже оно готово, да, то вот тогда уже можно добавлять и красоту, и стиль, и все что угодно. например, там можно сделать кедуш с помощью одноразового стаканчика, двух кусочков черцевого хлеба и огрызка салфетки. Вот, и налить туда какой-нибудь паршивый, я не знаю, самый дешевый виноградный сок. Ну, вообще, дальше не будет. И в принципе закон будет выполнен. Да, и традиция будет соблюдена и так далее. Но это по минимуму. А если у нас есть возможность не по минимуму, а по максимуму, то есть и красиво, и обильно, и изысканно, и приятно, и интересно, то лучше сделать так. Вот так. То есть сам материал должен быть простым, а форма его подачи с учетом возможностей должна быть максимально изысканной. Вот так. Прям приятно слышать, потому что мы с людьми пришли к тому, что в Кабалат мы сократились до, по-моему, до трех блюд. Просто мясо запеченное без всяких изысков, просто хлеб, просто помидоры. Все. Ничего больше не нужно. Что ты мне это сейчас сказал? То есть можно налить виноградный сок, но в серебряный такой дорогой фужер. Можно. Я как раз присматриваю тут что-то подобное. Даст Бог возможности, буду кошерно наслаждаться. Ты знаешь, вот это надо смотреть по возможностям. Если у тебя красивый бокал, не серебряный, но он тебе нравится. Почему-то. Я не знаю. Тебе его подарил дорогой тебе человек в дорогой для тебя момент времени. Неважно, почему он тебе нравится. Нравится. То ты берешь тот, который тебе нравится. Вот так. Анве, у тебя вопрос закончился? Хорошо. Классный вопрос, кстати, про соль. Я еще буду сам размышлять. Можно еще про соль? Давай. Буквально. Соль это единственный неорганический продукт, который без специальных усилий химика он неуничтожим. Его можно выпаривать, его можно выделять, его можно дробить, его можно вот он остается самим собой. Это раз. Второе. Избыток соли неприятен, так же, как неприятен недостаток соли. Слишком большой избыток убьет, абсолютная нехватка соли тоже убьет. в течение двух, трех недель кому как. Абсолютно бессолевая вето просто убьет, сердце перестанет биться. Соль называется мэлях, а царь называется мэлях. Пишется иначе, произносится близко. Тоже не зря. И в таре упоминается такое понятие, как завет соли или завет вечный. То есть все, что отправляется, адресовано Богу из материальных вещей, оно сопровождается солью. Мясо, хлеб, там вот такое вот. Поэтому на еврейском столе, который уподоблен жертвеннику Иерусалимского храма, ну хоть в какой-то степени должна присутствовать соль. И вот этот вот, и хлеб кстати, потому что так же, как на столе, ну как на жертвеннике вот, и в храме. И поэтому вот начинать трапезу с того, что вымыть руки, посыпать солью кусочек хлеба и съесть, это и есть начало трапезы. Так встречали хазарских наместников на Руси. Отсюда обычай хлебосольства. Так начинается любая еврейская трапеза в течение последних там трех чем-то тысяч лет. И так встречали хазарских наместников на Руси, поскольку они были иудеисты. Значит, как это выглядело? Рушник, полотенце, вода. Человек обливал себе руки водой или ему или, ну, в знак уважения, обтирал руки полотенцем, брал кусочек хлеба, обмакивал соль, съедал и все. это был способ принять гостей, потому что для гостей это было приемлемо началом трапезы в знак особого уважения. Вот так. Отсюда обычных хлебосольств. Вот интересные такие переходы. Вот. Я только посмотрю здесь, кто мне, что. Вот. Так что с солью вот есть такое. Слушай, но в Каббалате же не прописано, что надо с солью, но при этом я вот сколько видел лапшины, все время соль есть. Ну, потому что нет, в Каббалате там именно начинается с того, что сначала там на вино говорят браху, потом моют руки, подымают их и называется это не омовение рук, а подымание рук, не тела цидаем. То есть так, как делали священники в Иерусалимском Крайне, посвящая Богу это действие или этот материал, или еще с ним. Вот. Это время. Они подымали руки. Вот подымание рук, это и есть посвящение Богу. Вот. Значит, они подымали руки после того, как вымоют их, мы тело отъедаем, после этого моют, да, вымыли руки, подняли их, после этого берут там две халы, замотанные в салфетку, делают надрез на каждый, посвящая их всем. Вот. Говорят браху, кусочек отрезали, отложили в сторону, потом следующий кусочек в соль, поели, нарезают всем, но тут ему помогают, раздают. Каждый, кто, все молчат, потому что ничего еще не началось, пока не проглотили вот этот кусочек халы, который обмакнули в соль. После этого начинается трапеза. То есть, вполне себе хроновый ритуал. То есть, соль, ты сказал, она неуничтожима, то есть, она символизирует истину или что-то похожее? Вечность. Ну, истина, она же как бы из вечности. Такую истину, которая коренится не в неприемлемом для большинства варианте, а именно вот в некоментурном. Более того, соль не портится сама и предохраняет от порчи остальных. Это призывки времени. Не портится самим и предохраняет от порчи других. Вот не портится самим. Эта часть усвоена, а предохранять от порчи других, эта часть не очень усвоена. И поэтому, если она не имеет, вот эта часть, не имеет выхода в теологическую практику, в практику активного, активной практической этики, все слова греческие, вот, то, то в таком случае она находит другой выход. Она находит выход в любую другую практику. Это может быть, неважно, фэншуй, культурология, политика, экономика, все что угодно. Вот, и все. То есть, потенциал есть, он требует выхода. Поэтому, говорится, не портится самим и предохраняет от порчи других. Прежде всего, имеется в виду активная практическая этика на собственном примере основанном. Вот так. можно соль еще с заветом сравнить Ашема. Да, завет соли, так и есть вечный завет, так и переводится. Завет соли. Как соль неуничтожима, так и этот союз неуничтожим. я просто подумал по поводу хлебного приношения, о том, что хлеб, наверное, символизирует нас, а сверху соль, как бы завет Божий на нас. Да, это наша связь с Богом в продуктах. То есть, строго говоря, соль, это, если быть совсем точным, соль, это наш родственник среди продуктов, основанный на той же феноменологии. То есть, не портится самим и предохраняется порчей других. Это задача соли, и это задача нас. То есть, соль, строго говоря, это наш аналог еврейства среди продуктов. Ну, как шаббат, например, аналог еврейства среди дней недели. Поэтому есть связь не только прямая, но и обратная. Вот так. Есть тут такие слова, что если кто-то в нечистом состоянии будет есть мирную жертву, то очень как бы все, отсечение души. Нечисто имеется в виду, что там бытовая нечистота. Ну, бытовая нечистота, ритуальная нечистота. Имеется в виду, коснулся трупа, или нечистого животного, или еще что-нибудь. Это не объяснимые вещи. Химически, физически не объясним. Вот, но, то есть, такое грозное наказание. То есть, в чем смысл? В том, что, смотри, что меня здесь смущает? Во-первых, первоначально любое мясо это была мирная жертва, которая кушает. Да, то есть, потом стало по-другому. Ну, то есть, по максимуму расскажи, пожалуйста, почему такая строгость? Сейчас, я скажу. Значит, потому что, я не могу здесь не упомянуть, извини, да, потому что одна из классификаций это святое, буднишное и нечистое. Буднишное тоже, где святое и нечистое смешиваются в причудливом сочетании всяком. Это наша жизнь. Так вот, святое это то, что отделено для Бога или посвящено ему, или связано с ним и исключительно с его темами. Нечистое это то, что ему противостоит, то, что никак не может быть использовано для духовных задач. Совсем. То, что утратило свой потенциал. Ну, например, вот, жил человек и умер. Его потенциал, его личности для этого мира утрачен. Непосредственно, я имею в виду. Поэтому есть понятие трупной нечистоты. А самая тяжелая трупная нечистота это трупная нечистота первосвященника. Именно потому, что его потенциал был настолько высок, что утрата его это не ноль, это минус. И эту энергию, эта энергия, это не просто отсутствие, а это присутствие противоположного знака. И этот потенциал, эту энергию, противостоящую, мы никак не можем использовать. Значит, что? Значит, наша задача постоянно отслеживать, где чистое, где нечистое, и приближаться к чистому. То есть, отделенному для Бога, святому и так далее. Понятно, что этот процесс, он сложный. И он предполагает целый ряд конъюнктурных уступок, естественно, который мы принимаем как само собой разумеющийся. И при этом оно никак на нас, на личности не сказывается. Оно сказывается на том этапе, когда мы занимаемся вещами прямо противоположными нечистоте. Ну, например, храмовые ритуалы. Они были настолько ответственными и сложными, что любое, что противостояло этому, снимало с человека защиту. И чем более высокий уровень задачи, тем сильнее может помешать любая мелочь. Ну, например, да, там, вот, скажем, в пусковую установку на подводной лодке, да, зашли, чтобы ее там, ну, почистить, проверить, я знаю, вот, и оставили какую-то ерунду, гаечку. Оставили гаечку, значит, та ракета, которая должна из пусковых люков выйти, не выйдет, а механизм-то запущен, она все дело разорвется. Понятно, да? Значит, если эту гаечку обронили в какой-нибудь там слесарной мастерской, на суше, то никакой проблемы нет. А если эту гаечку обронили в шахте пусковой установки, то конец пусковой установки вместе с теми, кто ее обслуживает. Поэтому такая ответственность. И все. Вот тебе законы чистоты и нечистоты в самом простом понимании. Ну, то есть для нас сегодня это остается теоретически из-за трупной нечистоты всеобщей и из-за того, что получается, что мы можем практически взять. То есть мы можем взять только этику сегодня. Этику. Больше ничего. И получается, что без какой-то базовой кабалы нам невозможно это даже применять сегодня, потому что через этику мы уходим в духовные соотношения в нашем мире, где казалось бы, все уже нечисто сегодня. Ну да, но остается понятие женской ритуальной нечистоты, которая ничего не говорит о личности женщины совершенно, говорит просто о том, что вот это действие, которое сакрально в отношениях мужчины и женщины, оно сакрально, оно обладает духовным потенциалом очень большим. Значит, оно сохранило свой статус сакральный. И поэтому если женщина находится в состоянии ритуальной нечистоты в связи с месячными, то вот это действие, поскольку оно сакральное, не должно осуществляться. Понятно? Хорошо, но предположим, предположим, нет еще всеобщей трубной нечистоты, еще есть телица, которая прах снимается, но при этом уже все живут на всей земле Израиля, то есть у нас есть, у нас не приносится каждое животное к храму для того, чтобы совершить мирную жертву. Получается, что это заменяется у нас шхитой, и как тогда действует, что вот нечистый человек, он что, не может все равно есть шхитованное мясо? Нет, шхитованное может, шхитованное может, потому что шхита это ну это соответствие основным этическим законам, чтобы животное не мучилось, не боялось, ни того, ни сего, не было больным, не было таким, понятно, да? А вот когда оно приносится в жертву Богу в храме не через простой еврейский стол, через еврейский желудок и и те силы, которые мы получаем для совершения добрых дел. А когда оно приносится в храм, вот там уже уровень ответственности другой, ну принципиально выше. То есть получается, что в пустыне храм был вот у всех на виду рукой подать, и все было намного жестче и серьезнее, чем уже в стране Израиля, да? Конечно, конечно. Вообще, если посмотреть, то, ну вот, присутствие пророков, там, храма, храмовой службы и так далее, это, ну, особый уровень ответственности, там не забалуешь, шаг право, шаг влево, привет. Поэтому. Поэтому, если бы сегодня появился храм, это была бы огромная проблема для множества людей, потому что уровень требований бы подскочил, а уровень готовности выполнять эти требования остался бы таким же. И в эти ножницы влетело бы все, что влетело. В общем, получается, что, ну, мы повод, повод быть благодарным за такую милость, что сейчас из-за нашего состояния к нам такие жесткие требования не предъявляются. Ну да, ну да. Потому что мы бы не устояли. Ну вот тут остается посвящение Аарона и сыновей. Не знаю, что-то интересное ты здесь расскажешь? Или переходим? Смотри, там есть один момент, который я думаю, что вы пропустили, что человек, чьи руки нечистые и так далее, перед Богом. Почему сказано перед Богом? Что, нельзя просто оставить? Там есть такое пояснение любопытное, что если, например, человек украл, ну, бывает, не дай Бог, да, не про нас будет сказано, украл и поклялся, а поклялся он Богом. И как-то, ну, ужаснулся, понял, что натворил. И решил это дело исправить. Значит, ему надо принести жертву за ложную клятву, то, что он клятва преступник, и принести Богу за то, что, ну, как бы, не просто украл, да, а еще и вот его вспомнил зря. Значит, что получается? А если люди не узнают? Ну, например, он может принести жертву Богу, скажем, за то, что клятвил преступник, а за воровство нет, если не поймали его. Так вот, говорится, что не может человек украсть и при этом не и поклясться, и при этом оно сойдет с рук. То есть, нельзя быть чистым перед Богом и нечистым перед людьми. Понятно, да? Так не бывает. Поэтому предполагается, ну, некая цельность натуры, поведения, принципов и так далее. Вот. А так вот насвинячил, насвинячил, а потом перед Богом извинился, а перед людьми так себе этот номер не проходит. Так, ну что, поехали к Буриму? Ну, вот последнее, может быть, предложение, что, значит, неделю после посвящения они не отходили от Мешкана. Да, да. Будьте на страже у Господа, чтобы не умереть. Ну, как бы, что они не спали или как-то так, на какой страже они были? Они не имели права выходить за пределы Мешкана. Так, ну, в туалет же всем хочется. Не, ну, там были варианты, ты не переживай. Ну, то есть, ясно. Ну, да, то есть, без экстремизма, я думаю, что, ну, наверное, в туалет-то можно было сходить. Вообще, между прочим, ну, еврейские дела вообще без экстремизма. Это, кстати, важное замечание, потому что, вот, ну, после христианства у многих, то есть, христианство, да, вот это остается максимализм, когда, знаешь, вот если написано, там, будьте день и ночь, все, будьте день и ночь, нужно там просто помереть, но оставаться день и ночь, даже не в туалет приходить. Да, запрет употребления крови, и люди отказываются от переливания крови, и умирают. Это меня вообще шокировало. Ей-ей, вторая, сказано, вторая дана для жизни. Живи. Зачем умирать? То есть, получается, знаешь, что, ну, вот мы говорим, что этика предшествует Торе, но, наверное, этика и здравый смысл. Этика здравого смысла присутствует в Торе. Этика здравого смысла. Просто этот здравый смысл подразумевает верность принципам и гибкость в их применении. Вот где сочетание этики и здравого смысла. А получается, что этика, получается, что здравый смысл входит в этику, в понятие этики. Ну да, как способ реализации этой этики. А как ты можешь реализовать, осуществлять этические принципы без мозгов? Ну просто или как фанатик, или как идиот, или безумец, или клоун какой-то. Вот. А если у нас есть вечные принципы, там, вне конъюнтурные, лично божественные и так далее, и у нас есть здравый смысл, мы эти принципы разумно, здраво, доброжелательно применяем. А если у нас где-то проблема, то, например, то будет, как эти, которые отказываются переливать кровь и умирают. Ну, причем, знаешь что? Ну, вот написано в Таре, пойди к тем, которые Тарой занимаются еще до того, как появилась конфессия, и во время, и еще после будут заниматься. Так и спроси их, как там первоисточники. А у них надчасть хромая. Они, их знакомство с первоисточником или поверхностное, или они отсутствие информации заменяют избытком фантазии, считая, принимая ее за интуицию. Все. И сами себе усложняют жизнь. Да, там больше в откровениях так называемых движения, руководствуются. Да, я одного спрашиваю, слушай, а как же ты, вот если неясное место, а мы, говорит, собираемся и, значит, молимся, постим, медитируем. Я говорю, зачем, когда откроешь комментарии, которые были написаны тогда, вот по этому поводу, и вот ты узнаешь, что Бог хочет. Зачем тебе это? Зачем идти сложным путем? Приди в гости и спроси, как это делается. Да, А кто бы сказал, что можно прийти в гости? Слушай, понимаешь, проблема в чем? Что не все, кому приходят в гости, готовы таких гостей принимать. Вот таки да. Я об этом и говорю. И это в большой степени ко мне относится. У меня он, Эль Канал, пять лет уламывал. Ломал? Уломал. Не, убедил. Не уломал, убедил. Это разные вещи. Но я к чему говорю, что в принципе это возможно, хотя очень трудно. Но когда уже есть, тогда оно есть. Ну и что? И что ты думаешь? Вот сейчас у меня перед дверью выстроилась очередь желающих узнать, что именно имел в виду Бог, когда надиктовал Машарабейну вот это и это. Сейчас. Аж побежали. Ну видишь, теряется самозначимость. Это большой такой аспект вот именно статуса. Ощущение, что я что-то из себя представляю. Наверное, так. Да нет, ты понимаешь? Смотри, Эль Канал там пять лет бился. Наконец-то бился. Молодец. Ну, признаю, правда. Уже такой упрямый, жестоковыйный человек с необрезанными, я не знаю, что надо, то обрезанно, а вот там с точки зрения сердца. Вот. Значит, все, уже все готово. Теперь осталось дело за малым, уговорить дочку родственника. Знаешь анекдот? Ну-ка. Значит, А, да-да-да-да, все вспомнил. Договорился со всеми. Уже северей готов. Осталось говорить дочку родственника. Вот эти дочки родственника, понимаешь, ходят там, медитируют, я не знаю, какие-то моления устраивают, службы, чтобы просто вместо того, чтобы выяснить первоисточник. Слушай, ну, ты молодец, ты смирился все-таки в этом плане. Может быть, какой-то диалог в перспективе будет еще помимо всего того, что есть сейчас? Будет диалог, просто получается, что при каждой синагоге должен быть отдельный МИД, Министерство иностранных дел или внешних сношений. Дипломатия, дипломатия, да. Ну, потому что, да, нужно, чтобы, кроме того, что делать хороший продукт, надо еще в отдел маркетинга, который продукт будет. Ну да, а иначе внешние сношения монополизируют какая-нибудь такая персона, которая будет, давайте я остановлю запись и потом уже будем про им и все остальное. секундочку, а как это делается? Наверное, так вот. Как это на телефоне делается? Продолжение следует...